МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Ремонт дорог и строительство на селе. Правительство Республики рассмотрело вопросы социальной политики. Шагом марш в Министерстве обороны России обсудили особенности весенней призывной кампании. Полторы тысячи лет. Денастя ветеринарных врачей Лабиновых из Бурнарского района стала лучшей в России. В майские праздники ветераны Великой Отечественной как всегда смогут воспользоваться правом бесплатного проезда по республике. Своевременный ремонт дорог позволил сократить количество ДТП более чем на 16%. Эти и другие темы обсуждали на очередном заседании правительства Чуваши. В преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принято постановление о предоставлении бесплатного проезда участникам, инвалидам войны и сопровождающим их лицам с 3 по 12 мая на железнодорожном транспорте общего пользования и пригородного сообщения. Также бесплатно ветераны смогут воспользоваться автомобильным транспортом. Михаил Игнатьев обратился с просьбой ко всем перевозчикам проявить уважение к ветеранам и обеспечить им бесплатный проезд. Важно, очень это значимо для нас. Мы обязаны молодое поколение перед нашими ветеранами. В текущем году 100 миллионов рублей субсидий направлены на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в границах городского округа из республиканского бюджета бюджетом городских округов. В том числе город Алаттер 18,8 миллионов рублей, город Канаш 11,7 миллионов рублей, город Новочебоксарск 17 миллионов рублей, Шумерля 9,5 миллионов рублей, Чебоксарск, Чебоксаро 43 миллиона рублей. Ремонт дорог – тема резонансная. Многие обращения жителей республики использованы при составлении планов, послужили поводом для проверки качества дорог. Сравнивая Чувашию с другими регионами, Михаил Игнатьев отметил, что у нас выполняются все поручения президента России. Весь дорожный фонд, который у нас концентрируется в бюджете, мы направляем только на дорожное хозяйство. Это новые строительства, капитальный ремонт, реконструкция и текущий ремонт, ну и содержание. Благодаря предпринимаемым мерам в прошлом году удалось добиться сокращения количества ДТП более чем на 16%. В текущем году на реализацию проектов комплексного благоустройства площадок под компактную жилищную застройку на селе из федерального бюджета Чувашской республики направлено 18 миллионов 419 тысяч рублей субсидий. В республиканском бюджете Чувашской республики на эти цели предусмотрено 24 миллиона 440 тысяч рублей. Указанной субсидии предлагается распределить на завершение строительства автомобильной дороги в составе проекта комплексно-компактной застройки и благоустройства жилой группы в южной части деревни Яндово-Чебоксарского района. Сметная стоимость проекта составила 111 миллионов 700 тысяч рублей, а планируемый объем жилищной застройки на этой территории 79 жилых домов. На заседании правительства были также рассмотрены и другие социально важные вопросы. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. На заседании правительства республики обсудили и вопросы проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Новочебоксарска. Напомним, 26 апреля собрание депутатов города Спутника расторгло контракт с сити-менеджером Олегом Бирюковым. Практически одновременно в одной из местных газет появилась информация, что отставка Бирюкова согласована с главой Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что это не соответствует действительности и призвал провести конкурсную процедуру назначения главы администрации города Новочебоксарска открыто, публично, на конкурентной основе в установленные сроки. Конец цитаты. Глава республики напомнил, что неоднократно требовал от главы администрации Новочебоксарска навести порядок в жилищно-коммунальной сфере, не допускать роста задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и разобраться наконец в деятельности муниципального предприятия управляющей компанией ЖКХ города Новочебоксарска. Что касается конкурса, то начальник управления внутренней политики администрации главы республики Лариса Арсентьева сообщила, что дату проведения конкурса специальная комиссия объявит уже на этой неделе. На состоявшемся 25 апреля пленарном заседании форума Общероссийского народного фронта форум действий региона в Яшкарале президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о завышении тарифов на вывоз и размещение мусора в 16 раз в связи с запуском нового полигона твердых бытовых отходов в Новочебоксарске. Однако с такими цифрами Минстрой Чувашия не согласен. Сегодня у нас утрилизация происходила по 157 рублей 80 копеек. То есть это с учетом того, что мусор просто вывозился и сваливался. В связи с закрытием Пиктулинской свалки с 1 ноября решением арбитражного суда был открыт новый полигон ТБО, который сегодня полностью соответствует всем экологическим требованиям и плата со 157 рублей в принципе повысилась только до 200 рублей. Это касается для управляющих компаний всего практически в среднем где-то на 26 процентов. То, что касается населения, если за один куб, значит, плата осуществлялась в размере 18 рублей 50 копеек, сегодня она составляет в размере 23-25 рублей. А если говорить конкретно, на каждого жителя, на каждого квартиры, то она увеличилась в среднем всего на 7 рублей. В регионах страны продолжается весенняя призывная кампания. Сегодня ее первые итоги подвели в Министерстве обороны России. Участие в селектном совещании приняла глава Чувашия Михаил Игнатьев. Республике нынешней весной необходимо призвать на службу полторы тысячи юношей. Этот план выполнен больше, чем наполовину. В военном комиссариате отмечают, что сейчас в вооруженных силах делают ставку на призывников с высшим образованием. Российская армия меняется. К примеру, теперь новобранцы, прошедшие отбор во внутренние войска, будут одеты в форму солдат национальной гвардии. Количество уклонистов в республике сокращается с каждым годом. И такая тенденция наблюдается по всей стране. Если провести анализ прошедших с начала призыва четырех недель, можно сказать, что молодые люди идут на призывные пункты желания. Хотелось бы отметить, что принятие решений в отношении каждого конкретного призывника предшествует большая работа по его изучению сотрудниками военных комиссариатов мероприятий профессионально-психологического отбора, проводимых с использованием современных программно-технических комплексов. В Чувашии проводится эффективная работа по патриотическому воспитанию в районах и городах республики активно развивается кадетское движение. Каждый год увеличивается количество участников игр «Зорница» и «Орленок». Мне больше всего понравилось конкурс «Найди снайпера», потому что мы бегали по этому лесу, искали с помощью компасов места, в которых нужно было поставить чип. Это было невероятное ощущение, когда ты бежишь по лесу, тебя царапают ветки, тебя кусают комары, но несмотря ни на что, ты все равно бежишь, бежишь, зная, что надо показать все на высшем уровне, чтобы защитить свою школу. Этим летом соревнования пройдут в 48-й раз. За звание лучших поборются более 50 команд. Кадеты занимают призовые места и на всероссийских конкурсах. В прошлом году ребята из Чувашии стали победителями обороны спортивного слета «Гвардеец». Сегодня же глава Чувашии принял участие в видеоконференции МЧС. Михаил Игнатьев доложил о готовности республики к пожароопасному сезону. Подробнее в завтрашнем выпуске программы «Республика». Непростую ситуацию в Чебоксарском троллейбусном управлении поможет оздоровить частно-государственное партнерство. Перспективы предприятия обсудили на совещании с министром транспорта России Максимом Соколовым. Главная проблема управления – износ подвижного состава. Сейчас необходимо обновить больше 150 машин. В последний раз новые троллейбусы закупали два года назад за счет городского бюджета. Собственных средств предприятия хватает только на замену деталей. В Чебоксарской администрации планируют провести оптимизацию коммерческих маршрутов, которые отбивают у троллейбусного управления пассажиров. Министр транспорта Максим Соколов предложил руководству предприятия заключить контракты с государственной лизинговой компанией. Если у вас есть предложения, которые за счет механизма лизинга могут быть востребованы и на условиях договоренности работать вы сможете по получению первоочередного транспортных средств с последующим расчетом на механизмы финансового или даже операционного лизинга, то здесь я готов по итогам этого совещания дать соответствующие поручения ВТЛК, чтобы оно внимательно посмотрело на ситуацию республики в Чебоксарах в частности. На рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым федеральный министр обсудил и перспективы развития Чебоксарского аэропорта. В рамках федеральной инвестиционной программы здесь может быть проведена реконструкция искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и стоянок для воздушных судов. Руководитель Минтранса отметил, что республике будет оказано содействие в решении данных вопросов. В 2016 году вступил в силу четвертый антимонопольный пакет, обозначенный как самый либеральный, направленный на поддержку бизнеса. Отныне антимонопольная служба в первую очередь выполняет превентивную функцию. И порядок возбуждения административных дел сократился в три раза. За первую четверть года в управлении федеральной антимонопольной службы по республике поступило свыше 350 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства. На 30 больше, чем за аналогичный период 2015 года. И если раньше нарушителям грозило применение санкций, то сейчас достаточно выполнить предупреждение, предъявленное службой. Если монополист, то это он занимает монопольное положение, при этом или навязывает невидные условия, или отказывается от заключения договора, по мнению заявителя ничем не обоснованно. И мы, перепроверив доводы заявителя, если признаем эти доводы обоснованными, выдаем предупреждение. Если предупреждение исполняется в установленный срок, то никаких антимонопольных дел и никаких санкций. За время работы по новым стандартам было выписано около 40 предупреждений, половина из них исполнена. Превентивный контроль дает свои результаты, удовлетворить жалобу заявителя можно практически за месяц. Но это все-таки не исключает привлечение нарушителей антимонопольного законодательства к административной ответственности. Общая сумма штрафов, взысканных с юридических и физических лиц за первый квартал, превышает миллион рублей. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Продолжается модернизация учреждений здравоохранения. В Красноармейской центральной районной больнице появилось новое оборудование. В Красноармейской районной больнице установили рентгенологический радиовизиограф. Несколько минут обследования и готовый снимок можно посмотреть в компьютере лечащего врача. Причем качество изображения намного выше, чем на рентген пленке. К тому же аппарат в несколько раз снижает дозу облучения для пациента и дает врачам возможность увидеть поле деятельности в малейших подробностях. Это нам дает посмотреть состояние канала зуба, состояние околозубной ткани, качество пломбы. Без него доктор работает как слепую. Поэтому без этого рентгена радиовизиограф работать нельзя. Появился радиовизиограф благодаря помощи депутата госсовета Николая Малова, к которому обратились и руководство больницы, и жители района. Понятно, что не везде и все у нас сразу получится. Но там, где будут возникать проблемы, конечно, мы, Единая Россия, такие члены нашей партии, как ЗОРИ, придут на помощь, поддерживают. Это не просто какие-то слова. Это тот случай, когда слова не расходятся с делами. Жители Красноармейского района теперь готовы ходить на прием к стоматологу регулярно. По меньшей мере, два раза в год. А при необходимости и чаще. Ни временных, ни материальных затрат это больше не потребует. Раньше мы ездили в город Чебоксары, Цивильск. Нам туда-сюда ехать было очень трудно. Времени было мало. Туда-сюда ездить и дорога не дешевая. И нам все время хотелось, чтобы это оборудование появилось в этой Красноармейской больнице. 30 апреля – Международный день ветеринарного врача. Недавно семья Лабиновых из Вурнарского района стала победительницей Всероссийского конкурса «Трудовые династии ветеринарии». Наша съемочная группа отправилась к Лабиновым и узнала секрет успеха. В труде рождаются герои. И таких людей в семье Лабиновых немало. 49 человек посвятили себя ветеринарному делу. Их общий трудовой стаж внушает не только уважение, но и восхищение. Около полутора тысяч лет. Родоначальник врачебной династии Павел Гаврилович. Его дети продолжили трудиться на этом поприще. Аркадий Павлович Лабинов проработал ветеринаром больше 50 лет. Боролся со многими опасными болезнями не только в республике, но и за рубежом. Вот по сибирской язве, по другим заболеваниям мне пришлось два года работать в Монголии. Делали загон, как воронку загоняли лошадей. У выхода оставляли только на ширину лошади, чтобы последние по одиночке выходили. Мы в это время успевали делать прививки. Профессию работа учила родину любить, во-первых, народ любить, народ спасти, чтобы у народа животные были здоровые, целые. Если бы я родился заново, я бы пошел в ветеринары. Для многих родственников Аркадий Павлович – пример для подражания. Ну, мудрый мужик, молодец. Это у нас образец, как говорится, образец династии. Павлова, Ливана у нас, Кириллова. Это наша родня. В династии Лабиновых каждый добился признания в своем деле. Представителей уникальной семьи можно встретить во многих уголках России. Доктора и кандидаты ветеринарных, биологических и сельскохозяйственных наук. Профессора, врачи. Традиция живет и по сей день. Николай Алексеев преподавал в Урнарском сельхозтехникуме 40 лет. По республике нашей мои выпускники работают. Специальности, конечно, ветеринары – это ответственные, сложные. И поэтому надо тут конкретно заниматься. Никогда что сегодня начали, сегодня же надо заканчивать, чтобы спокойно спать. Чтобы не допустить такие распространения инфекционных болезней. Это очень ответственная работа. Ветеринарная семья Лабиновых уникальна. Их трудовые заслуги ценят во всей стране. Недаром они стали победителями всероссийского конкурса «Трудовые династии и ветеринарии». Татьяна Леонтьева, Анастасия Аллангина, Сергей Рябчиков. Республика. 29 апреля пройдут выборы ректора Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Кабинет министров республики поддержал кандидатуру Николая Васильева, директора казенного унитарного предприятия «Чуваши Агроинновации». Кроме того, эту кандидатуру рекомендовали к участию в выборах и ученые Совета Академии и антисанкционная комиссия Министерства сельского хозяйства России. В республике начали принимать заявки от родителей на детский отдых в загородных оздоровительных лагерях. Планируется, что более 14 тысяч детей смогут отдохнуть в республиканских и муниципальных загородных учреждениях. Сейчас в трех чебоксарских детских оздоровительных лагерях полным ходом идут ремонтные работы. На ремонт планируют затратить более 2,5 миллионов рублей и завершить его до середины мая. С 20 по 25 будет работать муниципальная комиссия по приемке лагерей. Наступила самая ответственная и серьезная пора. Наши муниципальные лагеря – это «Березка», «Бригантина» и «Волна» полным ходом готовятся к приему детей с 1 июня. В лагерях проводятся ремонтные работы. Это и ремонт кровли, ремонт пищеблока, ремонт обеденных залов, конечно, косметический ремонт, комнат, в которых ребята будут проживать. Кстати, по итогам прошлого года лагерь «Бригантина» стал лучшим в республике. А «Волна» и «Березка» вошли в национальный реестр ведущих образовательных организаций России. Сегодня в 21.30 в эфире национального телевидения «Чуваши» очередной выпуск программы «Спортивные надежды». На прошедшем чемпионате Европы по тяжелой атлетике представительница нашей республики Наталья Хлесткина сумела завоевать золото. Чего стоила ей эта медаль, какие планы строит спортсменка и что столичные власти планируют предпринять для популяризации тяжелой атлетики в новом выпуске «Спортивных надежд». Чуть более 1 миллиарда рублей задолжали управляющие компании «Чебоксар» и «Новочебоксарская» компанией «Т-Плюс» филиал в Мариелы Чувашии. Чтобы снизить долги «Т-Плюс» предлагает жителям Чебоксар перейти на прямые платежи за потребленные ресурсы. С начала 2016 года так оплачивают тепло жители 130 квартирных домов. Для чего вводится такая процедура и как начать платить напрямую смотрите в нашем репортаже. А я с вами прощаюсь. До свидания. Вот жители многоквартирных домов «Чебоксар» и «Новочебоксарска», получающих тепловые ресурсы от источников теплоснабжения «Т-Плюс» на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организации. Такая работа позволит снизить риски в системе сбора платежей, сделав ее более прозрачной и сократить долги за тепло и горячую воду. Причина в том, что дебюторская задолженность по управляющим компаниям растет. Мы видим, что управляющие компании, декларируя то, что у них сбор 98-97% с населения, к сожалению, в наш адрес в таком объеме денежные средства, собранные с населения, не перечисляют. С апреля текущего месяца вносить плату напрямую поставщику коммунального ресурса, минуя посредника, будут жители 25 многоквартирных домов, которые обслуживают управляющие компанией «Текстильщик» и 58 домов УК «Пик-1». Первыми, кто начал платить поставщикам, стали жители до 45 домов управляющей компанией «Центральная» свыше 2500 лицевых счетов. Работать в данном направлении филиал «Мария Элла Чуваша Энергосбыт Т-Плюс» намерен и с другими управляющими компаниями «Чебоксар» и «Новочебоксарска». Мы страдаем не только энергетикой, страдают и сами жители, потому что в итоге денежные средства, которые поступили, они просто ушли не по адресу. У нас есть топ управляющих компаний, на которых мы подаем в арбитражный суд ежемесячно. Что происходит, когда мы получаем исполнительный лист? Мы получаем исполнительный лист, перекрываем расчетный счет управляющей компании. Фактически она уже не может обслуживать дома. То есть все обслуживание встает полностью. Завтра не будет убрано, завтра не увезут по сути мусор. Решение о переходе на прямые платежи необходимо принять на общем собрании собственников многоквартирного дома. Никаких дополнительных договоров владельцам квартир с ресурсоснабжающей организацией заключать не требуется. Кстати, комиссию по переводу денежных средств в выделениях Почты России Сбербанка Т-Плюс принимает на себя. Мне бы хотелось, конечно, чтобы жители нас услышали и все приняли решение о переходе на прямые платежи. Это стопроцентно исключит из цепочки платежей недобросовестной управляющей компании, позволит энергетикам достойно трудиться, обеспечивать надежное и качественное теплоснабжение, горячее водоснабжение всех жителей города. За дополнительной информацией можно обращаться в филиал Мариэл и Чувашия Энергосбыт Т-Плюс. Субтитры создавал DimaTorzok